всем привет ходят слухи что на проваренный кормак рыба клюет лучше сегодня сделаем такой кормак и испытаем его на водоеме повел повел на вторую удочку понадобится черенок от лопаты или другая круглая палка отпилю примерно 5 сантиметров по центру сделаю отверстие небольшим сверлом него забиваю гвоздь отрезаю придаю овальную форму сделаю пропил вдоль пару миллиметров не дорезаю до гвоздя далее понадобится пружинная нержавеющая проволока 1мм отмеряю 60см и зажимаю в шуруповерте держав натяжки произвожу намотку до середины длины проволоки снимаю и на другой стороне отмечаю 10-12 см и делаю загиб отступив сантиметр делаю еще один загиб отступив сантиметр делаю еще один загиб зажимаю шуруповерту и произвожу намотку зажимаю шуруповерти и произвожу намотку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проволоку завожу в центр второй спирали. Виревняю витки, придаю нужную форму. Отступив сантиметр, делаю петлю. Кормак с системой быстрого освобождения от прикормки готов. В недавнем видео я воронил пуансон для блесны, в льняном масле. По этой же технологии хочу сделать такое покрытие на кормаке. В нержавеющую кружку наливаю льняное масло. Довожу до температуры 250-300 градусов. Провариваю кормак в масле 60 минут, контролируя температуру. Спустя час достаю кормак. Визуально он никак не изменился. Меня это не устраивает, буду его темнить. Слегка подогреваю горелкой и опускаю масло. Как только начинает дыметь, кормак сразу устужаю масло. Тут главное не перегреть, чтоб не отпустить металл. Если все сделано правильно, сталь упругость должна сохранить. Снимаю нагар с помощью металлической мочалки для посуды. Кормаки готовы, пора связать снасть. Поводочным материалом потолще провожу в ушко и вяжу узел. Поводочным материалом потолще провожу нить через кормак. Поводочным материалом потолще провожу нить через кормак. Поводочным материалом потолще провожу нить через кормак. Поводочным материалом потолще 50 грамм. А на втором конце вяжу вертлюжок. Крючок у меня 10 номера с тефлоновым покрытием. Покупал в алиэкспрессе. Поводки вяжу с поводочного материала 0,2 мм. Важную роль играет длина поводка, она должна быть 4 см. Складываю нить вдвое и делаю маленькую петлю узлом восьмерка. Оснащаю поводок на пружину методом петля в петлю. Проваренный кормак в сборе, ну и простой так же. Отправляемся на водоем тестировать. Всем привет, 25 мая, сегодня хочу половить карпа. Дохожусь на вот таком классном вставочке, здесь еще я и не рыбачил. Сегодня хочу испытать новый рецепт каши. В прошлом году тестировал пару десятков разных рецептов на карпа. В этом году дорабатываю самый лучший, который в прошлом году работал. Из ножевок будет опарыш, червь ломозный, ну и беруши, проверю один лайфхак. Первый у меня карповичок. А второе удилище у меня фидерное. Покупал оба удилища в алиэкспрессе. В прошлом году тестировал это фидерное, вообще класс удилище. Легкие, чувствительные и мощные. А в этом году этой же фирмы, Обэй, прикупил вот такое удилище, карповичок. На фидерном удилище у меня нить, девятижилка. А тут так называемая хамелеоновая леска. Невидимка на карпа, как ее еще называют. Тоже покупал в алиэкспрессе, ладно, хватит с этим алиэкспрессом, а то сейчас мне напишут в комментариях. В общем все ссылки будут в описании, все хватит реклам. Сам не люблю вот эти рекламы, когда видео много. Сегодня буду тестировать две домки на карпа. Одна в таком белом варианте, а одна в черном. Проверим, какая будет ловить лучше. На одном крючке ставлю червячок, а на втором опарыш. Без понятия, что тут и как тут. На что лучше клюет. Будем сегодня проверять, изучать водоем. Пучок червей такой сделал нормальный, не жалею. И легонько в кашу так раз, чтобы не путалось при забросе. Вот так, пять штучек думаю, нормально. Так же сжал немного в кашу. Раз. Опа. Прямо рядышком, недалеко одну. А вторую и подальше брошу. А на вторую донку я хочу поставить кукурузку. И на второй крючок беруши. С опарышем. Так, одна проблема, что я ножницы не сделал. Ну, ладно, так. Ощипну. Ну, и стопенопласт. Типа папа. Так, раз и все. И тут уже его никто не сдерет, не сорвет. Если кому интересно, за эти сигнализаторы делали их в прошлом году. Ссылочку оставлю в правом верхнем углу. Классная вещь. Они ветра не боятся. И показывают точно поклевочку. Есть! Первая поклевочка. На этот проваренный кормок. Походу, походу, карпуша. Ох, 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 повел на второй кормок. Да, карпуша взял. Вот такой карпушка, красавец. Но это слишком маленький. Гуляй. Ушел. Поклевок на кормаке было еще немало. Есть! Так. Пока не понятно. Ох, повел, повел на вторую удочку. Клевали небольшие карпики. По килу полтора. Каша однозначно пришлась по вкусу. Кроленькие такие кабасики. Кормак, что тот, что тот, примерно принес одинаковое количество поклевок. Но все же, этот темный, проваренный в масле. Да, чуть-чуть больше поклевок было. Все же тут леска идет темная. Плюс груз сам темный. Ну и кормак сам тоже темный. То есть сделано все максимально, чтобы адаптироваться под местность. Под рельеф дно. В одной рыбалке все-таки мало теста, чтобы проверить на уловистость. Этот проваренный кормак, по сравнению с простым. Я буду весь сезон в этом году тестировать эти кормачки. И в конце года уже точно скажу, все-таки лучше он ловит или нет. А если видео понравилось и было полезным, поддержи лайком, спасибо за просмотр, всем пока.